Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не знаю, малыш Уж не болен ли он? Да нет Но если так будет продолжаться Наверное, заболеет Омикрона тоже не видно Этот-то всегда там, где его хозяин И вместе смотрит свои Острокомические трубки Астрономические, Митс? Я так и говорю И что они там в небе ищут? Ты звала дядюшку к завтраку? Да у меня ног не хватает Сбираться к ним на насест В обсерваторию, Митс Я так и сказала Два раза ходила, хватит Ну, тогда я сам поднимусь Я его приведу, будь спокойна Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном На верхнюю площадку дома В обсерваторию Которую столь непочтительно Старая служанка Митс Называет Насестом Ибо там находится Хозяин дома Мистер Дин Форсайт Старый холостяк Лет пятидесяти С растрепанной шевелюрой В понятом сюртуке Возле него Его слуга Омикрон Оба они припали К астрономическим трубам В то утро Двадцать первого марта Когда началась Эта странная история Мистер Дин Форсайт Был особенно взволнован И озабочен Он непрестанно вздыхал И сетовал Тучи, тучи, тучи Какая жалость У меня предчувствие Что от нас ускользает Сенсационное открытие, Омикрон Очень даже вероятно, мистер Форсайт На днях Когда на одно мгновенье Прояснилось Мне почудилось А мне не почудилось, Омикрон Я видел Ну, значит, оба Оба в одно и то же время Омикрон Ну, разумеется Разумеется, вы первые В этом нет сомнений Так вот, я подумал Что может быть А я не подумал Я утверждаю Что это был метеор Да И с тех пор он больше не показывал Как же он показался бы Ведь тут Тучи А между тем Я уверен Что метеор Подчиняясь строгой закономерности Должен появиться снова На горизонте Уастона Он должен В чем дело А, это ты, Фрэнс Дядя А вас ждет завтрак А? Хе, в самом деле Завтрак ждет Ну так вот Мы тоже ждем Но чего же, дядюшка Солнца Надо полагать, дядюшка Что вы не пригласили Солнца к завтраку И можно сесть за стол И без него Тем более, что Ниц Я должен предупредить вас Уже потеряла терпение Ниц А который час? Одиннадцать часов Сорок шесть минут Одиннадцать сорок шесть? Да, да А я не понимаю Как эта Митс Могла так запоздать? Но, дядюшка Она два раза Напрасно стучала к вам Два раза? Ну, хорошо, хорошо Я готов Идем Идем А вот и мы Да, извини нас, Митс Извини нас Пожалуй Наконец-то Ну, а где же ваш Амикрон? Он занят там наверху, Митс Придется сегодня Обойтись без него С удовольствием Обойдемся без него По мне Пусть сидит в своей верхоттории И сколько ему вздумается Довольны ли вы Вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка? Нет Состояние неба Не благоприятствовало нам И это было особенно досадно Именно сегодня Не находятся ли вы на пути К какому-нибудь астрономическому открытию? Думается Да, Фрэнсис Я ничего не могу утверждать Но повторные наблюдения Повторные, понимаешь? Все должно прояснить И это очень важно И это очень важно Важно Какое-то там астрокомическое открытие Астрономическое, Митс А я как сказала? Я так и сказала Не важно А вот у вас вся кровь скоро свернется И вы от смотрения в ваши трубки Схватите прострел Или не амматизм Ревматизм, Митс А я что говорю? Я так и говорю Вот будет радость И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль Помолчи немного, Митс Ну что ты разошлась? Вы не забыли, дядюшка Что сегодня вас ждут? Ждут? Меня? Где? У доктора Гьюдельсона Гьюдельсона? Ну да Сегодня вы и доктор Гьюдельсон Должны назначить день свадьбы Моей с Дженни Ах, да Да Как же, как же Милый Дженни Прелестный Дженни И ее маленькая сестренка Плутовка Лу И миссис Флора Гьюдельсон Прекрасная жена и мать Но сам доктор Но доктор? Но доктор Сидней Гьюдельсон Ваш старинный друг Друг? Возможно Как? Не хватало только, чтобы он Этот Сидней Гьюдельсон Тоже успел заметить мой метеор Только бы этот проныра Дин Форсайт Не успел его обнаружить Что? Что ты сказал, мой друг О мистере Дин Форсайте? Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора? Мне тоже послышалось, пап Ну вот видишь, и Дженни Тебе, Дженни, и твоей маме Вечно что-то слышится Но мне тоже, пап Ах, ну И ты тоже Тут как тут Да мне просто Ой Что такое? Ну вот, я так и знала Что ты знала, Лу? Знала, что вы, пап Опять заполучите насморк На вашей вышке Вот увидите Вы когда-нибудь Заразите насморком Вашей планеты Насколько я себе уясняю, Лу Ты иногда забываешь Что я твой папа Ах, пап Пап, милый Ну, как вам не доезд Целые дни сидеть И смотреть твои трубы на небо Я и Ма Скоро начнем на вас сердиться Ну, правда же, Ма? Ты знаешь, мой друг Я ничего не имею Против твоего увлечения астрономии Но однако Однако При условии Ты должен спускаться Из своего поднебесия Каждый раз Когда я попрошу тебя Оттуда спуститься Ну, мы уже договорились Ах, Сидный, милый Ведь сегодня же мы ждем Мистера Дина Форсетта Чтобы назначить, наконец День свадьбы Дженни и Фрэнсис Да Да Я надеюсь Что ты будешь с нами Ну, разумеется, Флора Ну, вот и хорошо Стоп Не кажется ли вам Что немного прояснилось Я должен идти Ну, вот Так не забудь Мы ждем Мистера Дина Форсетта Я уже слышал это Пусть Слузь бегает за мной Когда он явится Хорошо, папа Папа такой странный Последние дни Все эти звезды И здесь звезды О, Боже Мистер Фрэнсис Неизменный Мистер Фрэнсис Честное слово Он всегда Тут как тут Лу Фрэнсис, милый Вы так незаметно вошли Добрый день, миссис Кьютенсон Добрый день Добрый день, Дженни Добрый день Лу, маленькая плутовка Готовы ли ваше новое платье? Дженни мне говорила Что вы шьете себе чудесный туалет К нашей свадьбе Шью, разумеется А если он не будет готов То вам придется отложить свадьбу Где же ваш дядюшка, Фрэнсис? Мы ждем его сегодня Да, он знает Это непременно придет Ну вот и отлично Ну а пока Вы можете заняться музыкой Поверите, Фрэнсис Вчера Дженни Просто не отходила От фортепиано Что вы играете, Дженни? Моя любимая песня Правда, Дженни? Я тоже ее люблю Спойте, Дженни О чем шумит старый клен весной Что шепчет вечером Камыш над водой А сердце слушает и ждет Верит, счастье рядом Слышишь, счастье прятаться не надо Весна зовет Весна зовет Колдует банджа всю ночь у реки В саду танцуют звезды и цветлики А мы грустим вдвоем с луном Ждем за счастьем трети Что с луной случилось в этот вечер И что со мной И что со мной Всему, наверное, виною тень Есть нужно быть со мною целый день Ведь мне тоже нужен друг Где же взять ей друга Прелестный дуэт Спойте еще что-нибудь Только не сейчас Где же мистер Форсет? А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу Между тем он нужен не меньше, чем дядя Ах, Фрэнсис Последние дни моего мужа Просто немыслимо вытащить из обсерватории Да? В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное Глядя на дядю, я тоже склонен так думать Он никуда не ходит Не спит Не ест Что? А, забывает время обеда и ужина Я представляю, в каком восторге Митс О, она бесится Наша милая старушка Митс бесится Терпенье, терпенье Митс и я урезоним и папу, и вашего дядюшку Однако, что же приключилось с мистером Форсетом? Его все нет и нет Если он не явится в течение ближайших пяти минут Я побегу за ним Наверное, он Ну да, как и есть О, мое почтение, миссис Флора Добрый день Добрый день, Женя Добрый день Глубая маленькая плутовка Опоздали, опоздали Остается только бронить вас Я уже готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании Признаюсь, я чуть было не забыл К счастью, Митс мне напомнила Да еще как Так вам и надо О, жальтесь, жальтесь Надо мной, маленькая мисс Серьезные заботы Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий Совсем как папа Что? Что вы сказали? Доктор? Лу, сходи за папой Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту Он так любит твою игру Садитесь Садитесь, садитесь, мистер Форсайт Вот в это кресло Ваше любимое Благодарю вас Благодарю вас, дорогая миссис Фора Ах, право же, глядя на вас Я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы С судьбой такой же прелестной женщины, как вы И что у меня нет такой жены Которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дим А, доктор, рад вас приветствовать При вашем характере Это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр Несомненно И можете мне поверить, сэр Что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание Я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр Если вам не трудно, сэр Я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее Примите уверение Прошу прощения, сэр Я хотел сказать, что Что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей Надо назначить как можно быстрее Надеюсь, у вас нет возражений? Нисколько Или вы надеетесь опередить меня? Что? О, нет То есть я хочу сказать Вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я Слово, вы меня понимаете О, отлично понимаю, сэр И смею вас заверить Что те факты, которыми я располагаю Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы Все ясно и просто Неужто так трудно назначить месяц и число? Ты права, дорогая Мы так и сделаем Я предлагаю середину мая Не слишком близко и вместе с тем недалеко И при том же весна Выражаясь точнее Пятнадцатого мая Как вам будет угодно Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились Вот и хорошо Ура, ура Итак, день встречи Планет Фрэнсис и Дженни назначаются на пятнадцатого мая Да, мама? Отлично Я рада, что, кажется, все согласны И Дженни с Фрэнсисом тоже, не так ли? Да О, да, конечно Фрэнсис, играйте марш Играйте туш Играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное Ура! Между тем дни шли Март сменился апрелем Приближался май А отношения между двумя семьями все ухудшались И, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга Соперничество грызло их Оба они подстерегали вторичные появления метеора Каждый мечтал заметить его первым И это желание поглощало все их мысли Так камень, просто огромный небесный булыжник Стал причиной нелепой ссоры Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса Как-то раз старая Митс подстерегла своего хозяина Когда тот собирался подняться в обсерваторию И, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно Об одной очень важной вещи? Не понимаю, о чем ты говоришь О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться О том, что существует семья Бюдельсон Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе? Еще бы не думать Думает, как дышит бедный наш мальчик Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого... Этого человека, который... Имя которого я не в силах произносил Нет, у меня даже дух сперло Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе Нет, послушай, ты послушай, Митц Нечего мне слушать Пятьдесят лет прожила я в этом доме Но лучше, лучше я теперь уйду Под окно, под забором Как запоршивший пес Чем останусь у человека Который терзает родное, дорогое, единственное, единственное дитя Ну, Митц, ну... Я всего-навсего бедная служанка Но у меня есть сердце, сэр... Ну, Митц, ну, слушай, Митц, ну, что ты рассумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Джудельсон сделал мне? Что же он вам сделал, сэр? Он меня обокрал Что же это он у вас украл, сэр? Часы? Хуже Хуже Кошелек Еще хуже Еще хуже Он украл мой Метеор Ах, Метеор, чертя каянный Надо быть глупым, как... Ну, как Сатурн Чтобы рассудиться со своим старым другом Из-за какого-то камня Метеор, сэр, Метеор Скорее сюда, мистер Фонс, сэр, Метеор Метеор? Прочь с дороги, Митц Запомните, сэр Свадьба будет точка в точку в назначенный день Хоть бы весь свет перевернулся Вот, вот, смотрите Смотрите О, он 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 самый Омикрон Это он Он самый, он самый, сэр Ох, дал бы Бог Чтобы доктор Гюдельсон Не оказался сейчас на башне Но доктор Гюдельсон Был на башне Он не спускал глаз Метеора до того мгновения Пока тот не скрылся за горизонтом В тумане